Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре серия фидеров от компании Zemax Hi-Pro Super Feeder. Серия насчитывает в себе 9 удилищ различных длинных тестеров для совершенно разных условий ловли. Бланки изготовлены из высокомодульного карбона. Производство Китай. Но это качественный Китай, хороший. С нижнего кольца противозахлёстное. Весь полный комплект колец от фирмы Seagite. Это известные колечки, надёжные, не пилищиеся. То есть на них можно применять и плетёнку, и монолеску. Диаметры достаточные. Для установки катушек различных размеров. Значит дальше катушка-держатель. Приятный, удобный. С верхним форогриппом. Сюда встают катушки до 6-7 тысяч. У меня было такое, что я там пытался восьмитысячную сюда засунуть. Просто посмотреть, что оно будет. Дальше вклейка бланка в гильзу катушка-держателя. Тоже здесь щель вот эта злополучная, которой многие жалуются. О том, что тут и запах, и разбухает, и вода туда, влага попадает, грязь. Дальше начинают трещины быть. И оттуда ещё выходит подлаг. Когда попадает влага, она выходит уже из катушка-держателя. И вот здесь начинаются такие вот трещинки. Как будто трещинки, да, по лакам. А потом уже и трещины. Поэтому здесь, я вот смотрю, всё в принципе закрыто. Косячки по этому фидерам бывают, да. То есть, это всё-таки линейка не топовая. Поэтому надо на всякий случай просматривать. Какие косячки бывают, вы, пожалуйста, посмотрите видео на моём канале. Как проверить фидер перед покупкой, на что обратить внимание. Многие этого не знают. Например, мало кто знает, что вот здесь нужно смотреть обязательно. Да и к чему это может привести. Поэтому смотрите, чтобы вы не купили, что называется, там с небольшим косячком. Который дальше приведёт к поломке. Дальше здесь идёт у нас обои пробочные, так называемые. Нареканий здесь на них нет. Я, во всяком случае, не знаю. Вот у меня их в пользовании долго, этих фидеров, этой серии нет. Поэтому я вот не могу сказать именно от себя, что вот у меня я вот так и так ловлю, там и так далее. Я их брал на тесты. Я ими всеми ловил. Народ на карповнике ловил. То есть, народ мне показывает слегка вот так, потому что я их все разложил. Да, у меня там 8 штук у меня было. Все разложил. Как карпа поймал на один. Вывел там, закормил с одним. Вывел карпа. Я его складываю быстро в чехол. У меня остаются 7. На следующий там какой-то поймал. Остаются 6. Потому что, ну, с такой грядой фидеров неудобно совершенно. Ужасно. И просто это, ну, получается муки, а не рыбалка никакая. Но мне нужно просто было понять, как он по ощущениям. Да, как он бросает. И как он вяжет, чтобы я уже с чистой совесть, что называется, вам рассказывал, когда сам их попробовал, а не впервые в жизни увидел, что называется. Вот, поэтому это, но я вот взял, да, половил и, в общем-то, их отдал. Или не отдал, я уже не помню, куда они делись, честно говоря. Вот. Ха, раздарил, кстати говоря. Вот. Дальше. По поводу колец вам сказал. А, по поводу Эва. Здесь идет легкая такая мелкопористная Эва. Надежная, приятная пробочка. Фу, пробочка Эва. Дальше идет утолщение ближе к концу. И вот такая пробка уже имиджевая Zemax. С зеленоватым оттенком. Ну, приятная пробочка. То есть здесь, по дизайну, здесь, по-моему, никаких вопросов не может возникнуть. Наверное, и ни у кого. Ну, соответственно, шпиготные соединения так плотно. Ну, хорошо притерты. Ничего, никаких там косячков вот в этих моментах не выявлено. Ко всем фидерам идут вершинки в комплекте. По три штуки разных диаметров. Значит, давайте сразу к толщину колечка я померю. Сейчас скажу, что это за модель. А то сразу начал мерить. Значит, 25-е кольцо. У меня 14 до 140 в руках. 25-е кольцо. Диаметр бланка. 14-е кольцо. 14-е кольцо. Так, и, как всегда, мы измеряем расстояние от кольца до центра держателя. 61-е кольцо. И рукоятка у нас 51-е кольцо. Диаметр бланка у нас 45,5. Теперь по диаметру колечка 15. И диаметр бланка 12,5. Соответственно, три вершинки в комплекте. Все карбоновые. Ну, давайте с вершинками все-таки кое-что сделаем. А то не сказал. Значит, измеряем вершинки. Не умещаются у меня все на столе. Очень так плотно они лежат. Так, 52 сантиметра длина вершинок. Так, дальше, по колечкам. Это касается всей серии, потому что в Extra Heavy там кольца еще крупнее по диаметру внутреннему. Они здесь, тюльпанчики, не противозахлестные, но обычные. Но диаметры колец, сами вершинки, я имею в виду, по тестам, соответствуют ли они тестам. Примерно да. То есть, тут как бы не могу сказать, что какие-то есть нарекания серьезные. То есть, здесь, как у некоторых, да, опять же, моделей. В некоторых сериях, когда там совершенно все по-другому. Вершинка написана одно, а по факту она совсем другая. Вот здесь кольца хорошие. Тесту соответствует. Еще что нужно обратить внимание, это тубус. Что у фидеров, айрон, у Zemax, что вот у Hi-Pro. Очень удобный тубус, куда войдут еще столько же вершинок. Он из жесткого пластика. То есть, можно на него там, ну, не наступить, конечно. Но, скажем так, вершинки достаточно хорошо защищены. Глубокие вот эти пробки, которые одеваются, и которые не заклинивают, как резиновые, да, вот, задело. Потом на жаре невозможно их снять, не знаешь, как отковырять. То есть, здесь с этим отношением все очень хорошо. Просто вот по верхнему глазу. Значит, следующая модель 12-100. 61 сантиметр от кольца до центра держателя. И 45 длина рукояти. Ну, соответственно, по строю и всем остальному, кормушкам там, от каких до каких. Потому что я, когда их тестировал, я еще разные, естественно, массы кормушек их бросал. Это уже там наперед ловли, да, я просто вышел. И у меня было там 2,5 часа. Да, я всех их разные перегружал там, да, чтобы понять, как работает бланк. Чтобы вам сказать. Значит, диаметр бланка 12. И диаметр кольца вроде уже сказал. 15. Вроде сказал. Так, 3 вершиночки в комплекте у нас. Вот, единственное, что они здесь длинные. И я не знаю, по какой причине рассветка у каких-то красная, у каких-то желтая, у каких-то там комбинированная. Ну, вот, почему вот такая партия пришла с такими вершинками, я, честно говоря, не знаю. Ну, вот, я не знаю, кто это даже знает. Вот такие вершинки есть, но вот будем считать так. Значит, вершинки здесь уже длинные. По длине тоже карбоновые. По длине они 65. Ну, соответственно, унции, чтобы сейчас время не отнимать и все не распаковывать. Я вам сразу сказал, что примерно по унцовкам они соответствуют заявленным тестам. Да, а к какому фидеру что идет, ну, просто откройте сайт Multifish. Там очень подробно на табличке это написано. И, опять же, повторюсь, все вершинки графит, кроме самого лайтового. Дальше. Десятка, то есть, 3 метра ровно до 50 грамм. Меряем колечко. Здесь колечко маленькое. 11 у меня получилось. Сейчас перемерю. Да, ровно 11. Бланк. Толщина. Тоже 11. Расстояние от кольца до центра держателя 56. Рукоятка 40. Ровно. Три вершинки, опять же, в комплекте. Вот здесь вершинки интересные. Они у нас разных длин. Ну, и, соответственно, тестов. И разных расцветок. Здесь расцветка у нас белая-красная. Как вы видите, длины разные. И по тестам они тоже соответствуют тому, что написано. Так, следующая модель. Это у нас 13,90. 15 миллиметров размер кольца. Внутренний диаметр нижнего кольца. 65 расстояние до центра держателя. И 45 рукоятка. Толщина бланка у нас 12. Так, следующая моделька. 330 до 60. Сразу диаметр бланка. 11. Колечко. Тоже 11. Расстояние от кольца до центра держателя 57. 40 размер, длина рукояти. Следующая модель. 13,110. Размер колечка. 20 ровно. 62 до держателя, центра держателя от кольца нижнего. И 48 длина рукояти. Так, диаметр бланка. 12. Смотрите, я специально не показываю там вершинки, не вытаскиваю все. По той причине, что люди часто пишут, что очень затянуто видео. И мы сами можем посмотреть эти вершинки у вас на сайте. Зачем нам перечислять там, какая вершинка, сколько унций, сколько набор, какой идет к этому фидеру. Поэтому я вот, чтобы сократить это время, стараюсь поменьше вершинки уже не трогать, да, не касаться их. Значит, и последняя моделька у нас 9 до 35. Значит, диаметр колечка у вас, наверное, из кадра я уже выхожу. Там сам этот фидерочек 11. Ну и бланк, соответственно, 10. Толщина бланка. От кольца до центра держателя 54 и рукоятка 38 сантиметров. Вот в общих чертах посмотрели, померили, давайте раскладывать. Ну вот, господа, мы все разложили. Все наши серии. Первая у нас 9.35 в руках удилища. Ну, я все-таки решил, наверное, посадочный диаметр вам сказать, вершинок, да, ну и набор, соответственно. Здесь 2.2 посадочный диаметр. 0.75 у нас вершиночка идет. Это фибергласовое, то есть стекло, да. 0.75 карбончик. И единичка у нас идет тоже карбон. Ну, соответственно, давайте смотрим поближе. Вот я вам показываю такие вот приятные колечки. Ну, достаточно правильным расположением. Фидорочек средненького строя, как вы видите. Ну, стоячая вода. Карповники с запасом. По катушке сюда входит в этот катушкодержатель. Я, кстати, там упустил этот момент, да, когда за столом вам рассказывал. В этот катушкодержатель входит 4 тысячные, 6 тысяч, 5 тысяч. Совершенно спокойно. Лапки входят практически любых катушек, даже каденса, которая, в общем-то, далеко не везде входит. И никуда, да. Смотрите, вот такой дизайн. Специально показываю вам на белую дверь. По нагрузке. От 14 грамм он совершенно спокойно бросает. Дальше 42 плюс корм тоже бросает и не серьезно, не проваливается. Только если вы резко не бросите. Ну, давайте нагрузим. Смотрите, очень хорошая парабола в плане вязания карпа, в плане бросковости я имею в виду, что весь бланк бросает. То есть, как вы понимаете, есть такие фидера, где работает только часть бланка, да, и, соответственно, остальная часть или не участвует, либо с огромным провалом ее надо прогрузить как-то более тяжелыми весами дальше. То есть, что здесь действительно бланк работает весь, все здесь в порядке и, как бы, никаких вопросов не вызывает. Значит, следующая моделька 10 до 50. У нас здесь тоже посадка 2,2, 0,75, единичка и двушка. Все вершинки карбоновые. Я уже про карбон не буду тогда говорить. То есть, дальше у всех фидеров вершинка только карбон. Колечки точно есть такие же. Они все-таки не матчевые. Они действительно очень приятные, с таким наклоном идут, видите? Да, то есть, это можно считать, что не способствует захлестам, либо предотвращают захлест. Вот, по строю, смотрите. Ну, вот, средне-быстрый, опять же, строй. В целом, я могу сказать, что вся серия, она больше направлена на стоячую воду, нежели на течение. Для течения, на хорошем, серьезном течении, кто ловит, это все-таки фидера Ривер. А Хайпро, это, в общем-то, наследница, если помните, про фидер, такие были, такая серия у Земокса была раньше. Ну, в общем-то, это, скажем так, усовершенствованная такая серия, пошедшая из про фидера. Ну, не помню, сказал, нет, 10 до 50 у нас в руках, нагружаем. 28 грамм она уже прекрасно бросает, даже 14 грамм уже бросает, ну, плюс корм, соответственно, да. Тест у всей серии, это идет по свинцу, то есть, общий тест. Фу, вру, 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 общий тест. Смотрите, параболу, тоже очень хорошо включается, смотрите, вот так вот она амортизирует. Вот, да, вот мне даже тяжело держать, видите, то есть, ну, приятные, да, Хайпрошки, они для стоячей воды, для карповников приятные. Ну, вот я скажу вам еще раз, да, что 28 грамм, 14 грамм она тоже начинает бросать. Тест общий, то есть, свинец плюс корм и 50 грамм верхний тест, да, ну, в общем-то, 42 плюс корм, такой средний объем она бросает. Больше бросит, но вы потеряете уже в дальности, в дистанции. Поэтому имейте в виду, что эти не нужно их покупать, у кого там кормушки 50 грамм или там, да, 60 грамм, то есть, и только в редких случаях пользоваться тяжелыми кормушками, все-таки палочки, они, ну, достаточно в своих тестах, скажем так, работают. Значит, следующий у нас на 11 до 60, значит, соответственно, 2,2 здесь посадка, точность также 0,75, единичка и двушка по вершинкам в комплекте. Ну, колечки, точность, такие же, как вы видите. Смотрите, карта колец, она идентичная. Вот, на потрях, смотрите. Я вот специально вам стараюсь свою руку тоже показывать. Ну, приятный фидерочек, ничего плохого сказать не могу, но этот фидер больше для стоячей воды, для среднего течения, ну, ни в коем случае не для быстрого. С учетом, да, ну, вот, скажем так, по большому счету старший брат, вот, предыдущей модельки до 60 тест, от 28 до 56 грамм, это вот прям его, дальше уже теряете в дистанции. То есть, еще раз повторюсь, не берите, кто хочет его прогружать. Вот, видите, здесь чуть-чуть более упруго идет середина, в отличие от того фидерка, передыдущего, видите. То есть, это как раз вам позволит просто бросить дальше, тем же весом. Вот, у кого дистанция, нужно подальше дистанцию закрыть, берем этот. У кого ближний бой или средние дистанции, берем предыдущий до 50, который 300 до 50. Значит, следующая моделька у нас 12,80. По посадочному диаметру вершинок у нас уже другой, здесь 3,0 у нас, и вершинок, набор вершинок 1, 2, 3. Колечки точно такие же, видите, только они идут покрупнее. Колечки очень приятные, это вот нематчевые кольца, как на сквадронах, можете посмотреть, у флагуна там. Смотрите, по поводу лапшистости бланка тоже, не могу сказать, что он прям супер собран, но нет, но и не лапша никакая. То есть, по вершинкам, кстати говоря, как обычно, мы поставили средние вершинки из набора на каждый фидер. Нагружаем. Аналогичный строй, видите, очень прогнозируемые фидера и вообще вся серия, то есть, аналогичного абсолютно строя, просто действительно различает столько мощностью бланка в зависимости от теста. Ну, соответственно, здесь тест, как я сказал, 80 по кормушке, по корму и так далее, то есть, он хорошо уже вырабатывается, 28 грамм, вам уже понравится, как он полетит, да, и до, соответственно, 70 плюс корм. Да, 90 я им бросал, слабым бросочком на дистанцию там до 35 метров он бросает хорошо, но дальше там на 60 условно нет, это уже перебор, да, и, соответственно, лучше этого не делать. Ну, следующая моделька у нас 13,90 по диаметру посадочному 3,0 точности также и в комплекте у нас 1, 2 и 3 унции вершинки. Ну, смотрите, построй, строй чуть-чуть в руках, по ощущению, он немножечко другой, видимо, за счет длины, немножечко, уже, значит, чуть-чуть балансик все-таки вперед, ну, как бы хотелось бы чуть-чуть получше, но это совсем не критично, это если очень придираться. И вот эта вот легкая такая лапшистость, видите, немножечко такая, она, в принципе, не сказывается, но, в общем-то, это вот такой недорогой уголечек, он уже начинает вот на этих длинах себя проявлять. Здесь уже противозахлестное, как вы видите, колечко стоит, и первый, и второй, и третий, и дальше они пошли, видите, то есть, ну, как бы, надо ли оно вот здесь, да, этих, ну, как бы, я не знаю, у кого там за средние кольца что-то захлестывалось хоть когда-то. Ну, это, в общем-то, просто сделали серию колец, которая, в общем-то, она вся серия противозахлестная, а планировали, конечно, вот нижнее поставить. Ну, вот, как бы, так производитель решил, ну, вот так ему нравится. Ну, построю, смотрите, средний быстрый строй. Насчет прогрессивного, ну, наверное, в среднем быстрый все-таки. Давайте мы загружаем. По поводу веса, точность также, 28 грамм плюс 90 до 90 включительно, то есть, 90 грамм кормушку, он уже бросает хорошо. А дальше, вот я 120, правда, сразу ставил, я помню на него, он уже проваливается. Ну, вот, смотрите, я руки вам показываю, сильно его держу, давайте прямо вот сильно сейчас потяну вверх, максимально. Вот сейчас уже, я боюсь, что он даже сломается. Ну, вот, смотрите, парабола прогнозируема. Что радует, это то, что он очень хорошо распределяет нагрузку дальше, по бланку, как вы видите. Дальше у нас моделька 12-100. У этой модели... Посадочный диаметр 3,5 и миллиметр и набор в вершинах 2, 3, 4. Ну, вот, смотрите, 12-100 у нас в руках. Опять же, на дверь показываю карту колечки, саму карту колец, к тому интересно. Кольца близко к бланку посажены, то есть, ну, хорошо будет лететь. Вот, смотрите, здесь у него строй достаточно мягкий, то есть, он помягче гораздо, чем вот предыдущие модельки, хоть и все-таки тест у нас 100 грамм. То есть, вот, кто любит не быстрые фидера, не жесткие палки, настоящие водоемы, допустим, карповые водоемы, да, где нужно закормить объемными кормушками, дальше, там, относительно тоненькие поводки применить, да, перейти на кормушку, там, 42 грамма, допустим. Это вот то, что надо, вот этот фидерочек, он подойдет. В руках лежит очень приятно. Да, абсолютно приятно, никаких вопросов не вызывает, действительно, можно ловить. Ну, я бы чуть-чуть бы по собране бланк бы был, было бы совсем супер, но это не получится, потому что для этого нужен более дорогой уголечек. Давайте нагружаем. Ну, приемлемо абсолютно палочка. Видите, точность такой же строй. Давайте еще сильнее гружу. Вот, вот сейчас боюсь, что он даже треснет. Да, все. Так, следующая у нас моделька идет 13-110. Значит, посадочный диаметр 3,5. 2, 3, 4 в наборе. По унциям. Ну, смотрите, это старший брат предыдущего, только с крупным колечком. Видите, крупные колечки уже противозахлестные. И в целом, вот эта палка, я могу сказать, что мне она достаточно нравится. То есть, она с запасом мощности, раз, в отличие от каких-то других моделей, она с запасом. На нее можно ставить кормушку мощнее, ну, мощнее уже заговаривалось, то есть, более тяжелую. То есть, скажем так, 90-110-120 грамм кормушка, он бросает, и бросает очень хорошо. То есть, в нем сразу чувствуется надежность, уверенность в плане реки. Точность также. Эта палка может держать течение в своей тесте. То есть, если вся серия, не скажу, что она для течения нет, то вот эта палочка, она течение держит. То есть, ну, под 90 грамм, скажем так, кормушку держит. Дальше уже начинает чуть-чуть подваливаться. Ну, нагружаем. От какой работать, в 42 плюс корм она раскрывается. И дальше, где-то до 90 грамм, вот это прям ее стихия. Ну, смотрите, точность также по... Да, очень хорошо работает. Прогнозируем, и все очень прекрасно. Так, следующая у нас модель. Это у нас 14 до 140. Также 3,5 посадка. 3, 4, 5 унции в комплекте. Ну, это мощный такой дрынчик уже. Ну, в хорошем относительно смысле, наверное. Да, ну, то есть, запас чувствуется, да. То есть, по кормушкам я могу сказать вам, что 70 грамм, вот когда на него бросаешь, ну, он бросает, да. Ну, такое ощущение, что у него там еще столько же запас. То есть, даже не 140. Ну, хотя, да, 70 в два раза это 140 будет. Ну, то есть, 90 грамм я вот бросал, да. Ставил на него 150. 150, но не кормушку, а вес. То есть, да, и 180 груза. Ну, просто не было с собой таких весов, когда я их тестировал. Вот. Он бросает, то есть, он загружается, хорошо бросает. То есть, действительно, у него запасик есть. Вот такие огромные колечки, которые можно сюда и восьмитысячник ставить. Кому как нравится. Построю, видите, точно такой же. Средний, быстрый. Но за счет такого недорогого уголечка уже, конечно, балансик такой вперед. Он чуть-чуть проваливается, заваливается. Нагружаем. Имейте в виду, 28 он почти не бросает. То есть, 42 он только-только-только начинает. То есть, оптимально это 56 и вот где-то 120 кормушки. Вот это вот его стихия. Повторюсь, перегружать можно, но теряете опять же. То есть, это серия как раз та, которая перегрузка возможен, но потеряете в дистанции. Кто ловит на дальних дистанциях и хочет перегрузить, это не ваша тема, это не ваша серия. Берите ривера. Берите ривера.